так и тогда это у нас с вами название того магазина который я делала обзор и то что я купила они складывают в такие вот необычные мешочки и давайте сейчас по своим посмотрим что же мне туда положили и снова всем приветики у нас с вами обзор того что я купила в этом магазине вот там два товара давайте посмотрим такие вот тут даже по-русски ничего не купила я такую штучку мне девочки порекомендовали это типа как язычок шлина какой-то сказала или что-то даже не знаю как дядя федор что ли как какие-то у нас в детстве короче были причем девушка была узкоглазая была как китаяночка какая-то такая вот но хорошо говорил по-русски и вот как у нас в детстве не знаю что у них так китайчу было в детстве либо она у нас действительно с 90-х годов или 80-х не знаю даже ну тем более она говорит хорошо по-русски это мы с вами посмотрим попозже мне больше интересно конечно посмотреть именно вот это это был чисто там не знаю корейский или китайский магазин честно я в их и роликах не разбираюсь но здесь вот как машмелло типа с апельсинчиком до машмелло цена 170 рублей здесь но она такая упаковка довольно большая здесь у нас вроде так то должно быть вес написан цифрами но тут ничего не понятно зефир а вот до жевательный зефир вообще то есть да по-русски а состав сахар глюкоза сироп декстро за кукурузный крахмал крахмал пищевые добавки желатин та 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 раствор что-то там пищевая солнечный закат еще солнечный закат добавили добавок лимонно-желтый а это цвет пищевая короче не знаю что там что там тут вы можете посмотреть нажать стоп и посмотреть вес я так и не знаю короче какой здесь вес а тут есть кстати такая штучечка где можно разорвать обалденно пахнет просто невероятно забыла кстати сказать у нас с вами обзор камеру мне немножечко сдвигается так вот так это выглядит кстати мягенькая такая красивенькая пахнет лимонной кислотой наверное лимоном апельсином пробуем попробуем с вами это кстати забыла сказать это обзор не помню сказал уже или нет вот такая мягкая нежная апельсиновая но честно когда ее открыла мне казалось что сейчас я ее возьму в рот и у меня прям будет как будто я ем апельсин прям я думала будет вкус прямо пирсиновый такой сильно 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 мне такого вкуса особо нет просто она мягкая вкусно со вкусом апельсина ну с таким знаете небольшим вкусом апельсина камера все сдвигается и все но в целом кстати вкусно ее здесь довольно довольно много по моему даже здесь грамм 300 потому что я что-то помню когда покупала там было написано их прям реально много она сладкая непритая она кстати сладкая чуточку сладкая вкусная нормально она ничем кстати особо не отличается от наших российских производителей единственное может конечно тут состав более наверное лучше чем может быть у наших по крайней мере тут добавлен солнечный закат а в наших не добавлен почему-то вот так и давайте с вами попробуем такую вкусняшку да насчет той буду ли я еще покупать не знаю если я пойду может быть и куплю но по крайней мере она немножечко по натуральнее чем наша если конечно там все дописано вот потому что некоторых моделях некоторых не моделях а товарах могут писать не е добавка как это было раньше а просто словом и человек смотрит и добавок нет окей я покупаю а на самом деле там слов о ей сколько так давайте с вами попытаемся ее попробовать так что у нас тут написано все опять по-английски е добавок а вот здесь блин тут е добавок вообще зачем я ее взяла офигеть камеры даже улетела у меня так сейчас я посчитаю е добавки и к вам вернусь нет кстати е добавок здесь пять штук оказывается это просто на разных языках здесь написано состав и также прописаны е добавок но когда я посмотрела конечно я увидела их просто очень очень много и особо не смотришь на каких языках там написано видишь только е большая и цифры ладно давайте будем с вами пробовать но кстати пять е добавок это довольно много то есть я стараюсь покупать допустим если их десять ну просто для себя вот чисто да и пять вроде как их то есть это средняя не буду брать если там где добавки 1 2 3 то в принципе вполне возможно я возьму так короче тут такого цвета красиво такого цвета морского и она прилипла на двух цветов даже а я думаю что же не такого случилось что она потемнела она мягкая она такого черничного вкуса а немножко жестковатая приторно-сладкая сказали еще что после нее язык становится синий давайте попробуем точно так хорошо к врачу прийти покажите пожалуйста ой вы больные 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 у вас синий язык какой кошмар какой кошмар у вас там что-то это или красный также ой какой красный кошмар кошмар вот ну в принципе вкусная но она приторно-сладкая она немножко жестковатая потому что я помню в детстве нашем они были помягче гораздо по моему мягче и они сживались не помню название пишите в комментариях название но тот магазин довольно интересный там много очень всего интересного продается всяких непонятных неизвестных товаров я хотела купить что-то такое необычное новое но что-то ближе к нашему российскому то есть вроде как она у нас должно быть но у нас его нету но у меня так не получилось в итоге я купила просто вот такие вот вкусняшки надеюсь что вам понравился обзор магазина обзор продуктов которые мы с вами получилось сделать и также напишите в комментариях на какие товары вы хотите хотели бы увидеть обзор если вы эти товары увидели там в ролике все ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии и с вами был канал артмания всем пока пока так здесь по моему вкус черники у нас не помню сказал или нет а здесь я нашла вес 138 грамм 138 хотя упаковка такая большая кажется что гораздо больше видите что вот они все тут иероглифы тут что-то есть по-русски написано это это классно что оно есть так и конечно вот так они выглядят поближе дольки такие мягкие вкусные ароматные хорошие